вот рассказ который будет близок многим мужчинам возможно вы сами отец или сын но даже если вы не являетесь ни тем ни другим или вообще не принадлежите к мужскому полу эта история важна для вас как и для всех остальных людей на нашей планете в ней пойдет речь о ненависти ненависти длиною в жизнь одном из самых тяжелых испытаний для человеческой природы ненависть как сжатая пружина однако большинство не знает что она обладает великой способностью распрямившись превратиться в любовь позвольте мне поведать историю об отце и сыне пусть любовь проникает во все клеточки вашего тела по мере того как перед вами будет раскрываться истина этой невыдуманной истории пришло время исцеления о котором вы возможно просили раньше ибо исцеление происходит с действием а действие является следствием знания и так однажды на планете земля жил-был отец он пока еще не был отцом но скоро должен был им стать ибо у него вот-вот должен был родиться ребенок он очень хотел чтобы родился мальчик и строил в отношении будущего сына грандиозные планы отец был плотником и хотел обучить отпрыскоплотницкому ремеслу мне так многому нужно его научить часто говаривал он я открою ему все тайны профессии и уверен ему понравится он продолжит наше семейное дело и когда появился ребенок и оказался мальчиком отец был на седьмом небе отчасти это мой сын кричал он всем вот тот кто продолжит славное дело нашей семьи вот тот кто будет носить мое имя вот новый великий плотник ибо я научу его всему что знаю сам мы с сыном здорово заживем младенец подрос стал ребенком он любил своего отца и отец души в нем не чаял то и дело он брал сына на руки приговаривая погоди сынок я тебя всему научу тебе понравится ты продолжишь нашу династию и наше ремесло люди будут гордиться тобой и после моей смерти но произошло неожиданное сыну постепенно стала докучать отношения отца и он начал чувствовать что у него собственный путь в жизни пусть даже он и не мог облечь свои чувства в слова понемногу сын начал бунтовать когда он стал подростком его уже совсем не интересовали ни ремесло плотника не продолжение династии он уважительно обратился к отцу отец пожалуйста услышьте меня у меня есть собственные мысли и желания есть то что меня интересует и это не ремесло плотника отец не поверил своим ушам и сказал но сынок ты ничего не понимаешь у меня больше жизненного опыта и я лучше знаю что тебе нужно дай мне всему этому тебя научить поверь мне дай мне быть для тебя тем кем я должен быть твоим наставником и мы отлично с тобой заживем у меня другое мнение на этот счет отец я не желаю быть плотником как и не желаю обидеть ваши чувства но у меня свой путь в жизни и я хочу последовать ему это был последний раз когда сын разговаривал с отцом уважительно ибо их взаимное уважение постепенно разрушалась и исчезала а а в сердцах поселилась пустота став еще старше сын понял что отец по-прежнему пытается сделать из него того кем он быть не хотел и он даже не попрощавшись ушел из дома оставив записку пожалуйста оставь меня в покое отец был потрясен я 20 лет ждал думал он а мой сын он должен был стать всем плотником великим мастером своего дела носящим мое имя какой позор он разрушил мою жизнь а сын думал этот человек испоганил мне детство и старался превратить меня в того кем я вовсе быть не хотел и я не хочу чтобы нас связывали какие-либо чувства и на всю дальнейшую жизнь кроме гнева и ненависти между сыном и отцом ничего не осталось и когда у сына самого родился ребенок прекрасная девочка сын подумал возможно только по этому случаю мне стоит пригласить отца чтобы он увидел продолжение своего рода но затем он изменил свое мнение нет именно отец испортил мне детство он ненавидит меня я не хочу иметь с ним ничего общего и вот отец так никогда и не увидел свою внучку а на восемьдесят третьем году отец умер на смертном одре он оглянулся на свою жизнь и произнес наверное сейчас когда смерть близка я должен позвать своего сына и в этот миг прозрение чувствуя приближение смерти он послал за сыном в ответ сын ему передал следующее мне безразлично что с тобой происходит ибо ты разрушил мою жизнь я ничего не хочу о тебе знать и добавил я даже буду рад если ты умрешь о какой же обидой кипело сердце отца он испустил свой последний вздох думая о том как его угораздило родить столь презренного сына сын прожил счастливую жизнь он тоже умер 80 с небольшим в окружении любящей семьи которая оплакала его душу навсегда покинувшую землю именно с этого момента и начинается наш рассказ ибо сын после смерти проследовал в пещеру творения в трехдневном путешествии он снова обрел свою сущность и свое имя и отправился дальше в зал славы там ему устроили бурное чествование на арене размеры которые даже невозможно вообразить и буквально миллионы существ восхищений аплодировали ему за то через что он прошел живя на нашей планете и так сын получал почести в его энергию вплели новые цвета которые говорили окружающим о том кто он есть и когда закончилось торжество сын уже в своем настоящем облике вселенского существа которым он был попал в одну из областей где сразу же встретил своего лучшего друга даниэла с которым расстался когда отправлялся на планету земля он увидел даниэла через разделявшую их пустоту и воскликнул это ты я так по тебе соскучился и они можно сказать обнялись переплетя свои энергии с огромной радостью они вспоминали о былых временах вселенной до того как сын отправился на землю весело порхая по вселенной однажды он сказал своему другу а знаешь даниэл ты был прекрасным отцом на земле дружище а ты был прекрасным сыном ответил даниэл разве не было прекрасно то через что мы прошли на земле как же мощно работает дуальность она разделила нас на земле и заставила забыть что мы друзья как вообще может быть что-то подобное спросил бывший сын завеса была очень плотная так что мы не знали кто мы на самом деле ответил бывший отец но то что мы планировали прекрасно получилось не так ли спросил бывший сын да так ответил даниэл ибо у нас не возникло и проблеска понимание того кто мы на самом деле и мы оставим этих двух существ когда они собираются спланировать свое следующее воплощение на земле и напоследок мы можем расслышать а давай повторим только на этот раз я буду матерью а ты дочерью это прекрасная история рассказана специально для тех кому еще предстоит распознать какой дар они получают именно сейчас или кому еще предстоит распознать своего лучшего друга только представьте себе какую любовь должны были проявить эти существа для того чтобы пройти через подобную драму эта история показывает нам что гнев и ненависть всего лишь кармические атрибуты они суть проявления страха который необходимо преодолеть если бы кто-то из них сын или отец в течение жизни распознал кто он такой он испугался бы своей ненависти и гнева и обрел бы любовь другой не смог бы ей сопротивляться и тогда бы все у них было по-другому это главный урок чем бы вам не представлялось некое явление она может обернуться всего лишь пустячным испытанием которое не так уж и сложно пройти и обратить в любовь и согласие вы все еще на кого-то гневаетесь это уловка кармы и урок который надлежит вам пройти ибо вы знаете сколько энергии тратится на этот гнев который уже существует как будто сам по себе независимо от вас не пора ли его отпустить любовь это величайшая сила вселенной энергия любви не только приносит вам мир и вдохновение она также дает силу промолчать в ответ на обвинения которые бросают вам в лицо дарит мудрость и возможность осознать что вы сами помогали спланировать все происходящее вокруг вас как ни странно это же любовь является причиной самых неприглядных вещей ибо источник ваших кармических установок тоже любовь иногда она может принимать странный облик и стать например гневом или ненавистью по отношению кому-то из членов семьи однако любовь царица всего чему определено произойти она таится в ожидании момента когда преодолев страх вы откроете ее для себя на материально ей присущи логика и здравый смысл она сущность вселенной ею пронизана каждая строчка этого повествования